Всем привет! Предлагаем вашему вниманию первый же недельный видеообзор самых интересных публикаций северо-остинских блогеров. Сегодня вам представлю его я, Яна Филиппова. Прошедшая неделя была насыщена политическими событиями. В понедельник в Северной Осетии, как и во всей России, отметили присоединение Крыма. Многие уже даже решили поменять свой привычный отдых и отправиться на Казантип. Тем временем в республиканском кабинете министров произошла ротация. В правительстве появились новые лица, созданы новые министерства. Ну а время покажет, насколько эти изменения были положительными. На минувшей неделе культурную жизнь Владикавказа всколохнули сразу несколько событий. С успехом и аншлагом прошли гастроли ансамбля Игоря Моисеева. Ну а в центре города, на пересечении улиц Миллера и Кирова, открыли памятник Александру Пушкину. Скульптура автора Владимира Соскиева уже вызвала широкий резонанс общественности. Но, как признается сам автор, ему до этого все равно. Перейдем к дайджесту северо-стинской благосферы. Итак, десятку лидеров этой недели открывает фото-пост от постпредства Республики. В воскресенье его представители приняли участие в фестивале «Путешествие по России». Зрители увидели три короткометражных фильма об Осетии. Не обошлось, конечно, и без осинских пирогов. Все желающие могли понаблюдать за мастер-классом. На девятом месте пост «Оголенные нервы» от Ол Владикавказ. Блогер искренне порадовался новым дорожным развязкам, спортивным площадкам, набережям и строящимся микрорайонам. При этом автор посетовал на то, что власти города не уделяют должного внимания полуразрушенным зданиям старого Владикавказа. На восьмой строчке рейтинга московские осинские студенты. Которые вещают по радио, проводят собрания, ходят на выставки. А некоторые даже собираются совмещать учебу с работой. Седьмое место досталось посту Миланы Тадеевой «Чем лучше, тем хуже». Она рассказала о беженцах из Южной Осетии, поведение которых, мягко говоря, возмущает. На торжественном вручении ключей от нового жилья переселенцы искренне радовались и благодарили власти республики. Однако, как оказалось, беженцы недовольны из квадратуры своей новой квартиры. Впрочем, размеры жилья позволили устроить им там танцы. На шестом месте постер Бека Доева «Завжди тильки иноземцы». Кто еще не успел освоить украинский язык, название переводится, как всегда, только «иностранцы». В своем посте Доев рассуждает о политике и о ситуации в Крыму. Пятерку лидеров открывают авторы Владикавказа «Приличного», который уже готовится к пляжному сезону и думает его провести, как бы вы думали, где – на Казантипе. На этой неделе вышла седьмая голова интернет-эпопеи Асидзагоровой «Проспект Александровский». Она на четвертой строчке нашего рейтинга. Бронза этой недели достается типичным осетинам с типичными осетинскими вкусовыми пристрастиями. На этот раз истинные гурманы признаются в любви свежему хлебу с осетинским сыром и сладким чаем. Серебро у ночных папочек Заура Форниева. Блогера интересует, как совет женщин Высшего совета осетин будет бороться с местной проституцией. «Будут публиковать эти списки, давать дамам лишнюю рекламу или привлекать к моральному воздействию важных персон?» – вопрошает блогер. Золотую ступень педестала на этой неделе занимает новый блог с главной страницы нашего сайта. Создатель проекта «Владикавказ. История в людях» Руслан Бекуров, которому в последнее время не хочется писать и даже читать не тянет. Идея проекта «История в людях» – собрать домашние фотки разных людей на фоне старого Владикавказа. Присылать фото из Ваших архивов и альбомов Вы можете на бекуров.собака.иху.ком. Не забывайте указывать в теме письма «История в людях». Последние события прошедшей недели обсуждали традиционные люди из Фейсбука. Пятерку лидеров открывает Вадим Токсеров. Он подумывает о возврате Трусовского и Гудского ущелий, а также почти согласен выполнить наказ отца и летом поехать отдыхать в Крым, а не в Турцию. Четвертое место у Суслана Плиева, который стал более романтичным и уже даже фотографирует пейзажи. Бронза – Геннадий Орешко, который успел патриотично отпраздновать свой день рождения. Серебро взял Заур Фарнии, в который, как хороший отец, учил свою дочку Настю кататься на роликах. Золото у Сергея Такоева. Премьер успел выступить на коллегии Министерства образования, встретиться с земляками в Москве, а также провести кадровые перестановки в Кабинете министров. А на этом наш дайджест подошел к концу. Надеемся, что для всех вас следующая неделя будет лучше, чем предыдущая. Пусть вас не покидает ощущение весенней легкости и влюбленности. Пока-пока!